Путин поздравляет вас, это вот здесь письмо. Также к поздравлению президента Российской Федерации присоединяется губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, наш земляк. Он вас тоже поздравляет с днём рождения. Видел такого. Видели, ну вот замечательно. Я глава муниципального образования Кеннистерский район и глава администрации Виктор Эволич тоже присоединяется к этим поздравлениям и поздравляет вас с днём рождения. Большое спасибо. И очень приятно, что не забывает еще. Так и не забудем. Всего сердца поздравляет вас, гендарного человека, с юбилеем. Дай Бог, чтобы, как говорится, вы достали, дожили бы, чтобы мы в этом составе вас приветствовали бы, потому что вы смотрите с очень молодцом, бодренько. Спасибо большое. Родился я в городе Горьковской области. Это сейчас Нижний Новый Город. Нижний Новый Город, да. В 1926 году, 27 февраля. В прошлом веке. В лесу, на водяной мельнице. Отец был мельником, мы потомственные мельники. В 1942 году батьку взяли на фронт. В 1942 году взяли в армию. И примерно через полгода он пропал без вести. И до сих пор его не нашли. Где и как. В 1943 году, мне было еще 17, нет, немножко не было. Меня тоже взяли в армию. Город Горький, на охрану, город Горький, это ж кузница была во время войны. Там и танки строили, и самолеты. Вот призвали меня в зенитную артиллерию. В 1943-м город Горький, на охрану 112-го танкового завода. Бывали такие случаи, что немцы пытались прорываться до самого Горького. Так что мне в 1943 году, я уже пришлось порох понюхать. Это под конец, уже в 1944 году, где-то в январе, по-моему, пришла разнарядка по всем этим воинским системам. Меня отправили на... Это попало непосредственно на передовую. Пришлось форсировать Одер, где-то в конце, в Польше еще. И медаль у меня за взятие Кеннезберга есть. На Кеннезбергном направлении мы участвовали, прорвались там танки, прямой навод к расстрелью танки. Мне было присвоено это награждение за отвагу. Так меня эта медаль нашла вот здесь. Горбачок даже подписывал где-то. С 50-го года я в Кеннезбергном направлении. Сначала работал в морсе леспромхоза, отдел рабочего снабжения леспромхоза. Вот, экспедитором был. А потом, в основном, я работал в ПРТП на пассажирском. Да, в пассажирском. Да. Тоже приложил все свои способности, как говорится, трудовые силы. У меня в трудовой книжке одни благодарности. Еще раз здоровья вам, всего самого доброго, всего самого хорошего. Большое вам спасибо. И вам спасибо. Спасибо вам, что не забываете. Не забудем. Дай Бог. И жили долго и счастливо. Спасибо за доверие. Очень приятно. Большое вам спасибо. Мы будем заходить к вам и помогать, что надо.